То есть если это зоозащитная деятельность по бездомным животным, вы смотрите какие постановления, какие законы, какие другие документы приняты местными советами. И исходя из этого, прочитав и изучив естественно эти документы, и уже опираясь на них, вы можете также писать свои обращения на основании тех или иных статей этих законов. Очень важно понимать, что для Украины сейчас принят ряд законов, которые дают вам право публичного доступа к информации. То есть местные власти не имеют право отказать вам в получении той или иной информации. О боже, это красота. Офигеть. Это нам снов. Да, нам снов. Мыши надавят. А Алексей, нет? Я вот перечислю некоторые из законов, чтобы иметь общее представление. Ну, во-первых, это Конституция Украины, статья 34, 9, 33, 35, 47. Затем это закон Украины про доступ к публичной информации. Это закон недавно принят с изменениями, где полномочия и возможности общества, а именно общественности расширяются. Также это международная конвенция про доступ к публичной информации, так называемая Орхангская конвенция. Поэтому мы переходим плавно к такому понятию, как структура написания обращения. Это очень важно. Потому что мы пишем бюрократам. Вся местная власть это бюрократы. В какой стране бы это ни происходило. Поэтому, если ваше обращение написано неправильно, его просто не примут к рассмотрению. И вас просто засосет в эту бюрократическую систему, где вы будете получать отписки, снова писать. Вам снова будут приходить отписки, и просто вы рано или поздно, вам это надоест, и результаты не хронят. Поэтому обращения делятся на две категории. Обращения от имени общественной организации и обращения от вас лично. Если вы обращаетесь от имени организации, обязательно должны указать шапку, то есть логотип организации, если у вас таковой есть, в котором указаны исходящие данные организации. Адрес, телефон, электронная почта. Это обращение должно иметь исходящий номер и число. И это письмо должно быть у вас где-то в отдельном файлике зарегистрировано. То есть такого-то такого числа по таким-то номерам туда-то, туда-то вы прислали обращение. Что означает зарегистрировано? В организации, то есть в организации должен быть приезд. Понятно. А если отфиль лица? Так само канцелярия реагировалась. Там есть книга для юридических, типа и для физических. Так что, два экземператора можно сделать? Нет, нет. Канцелярия реагировалась. Просто циррубится новая табличка, небольшая табличка, в которой пишется 1, 2, 3, 4. С правой стороны вы пишете номер такой-то, от такого-то числа, письмо в прокуратуру города Санкт-Петербурга. Это у себя табличка сделает? Чисто для себя желательно поделать. Кроме того, желательно, чтобы копия этого письма о вас подшивалась в папочку. Это если мы пишем от имени организации. Когда мы простраивали регистрационный номер, мы пишем в левом углу, в правом углу, кому мы обращаемся. То есть точные данные там, прокурор города Львова, улица такая-то, фамилия, имя. Затем мы пишем, шановный Иван Иванович, да? Извините, пожалуйста, а шапку, вот вы сказали, организация, адрес, это тоже в правом верхнем углу, да? Это посередине, да? Посередине, да. Если это у нас письмо, то вот здесь желательно размещать логотип, в зависимости, ну, логотип, в котором есть данные ваши, да? Вот здесь вот размещается исходящий номер вашего письма, номер 1, 1, 1, 2001, да? Вот здесь вы пишете, кому вы обращаетесь. Вот здесь вы пишете непосредственно имя человека, к которому вы обращаетесь. Дальше структура письма выглядит так. Вы должны писать, что к вам обращается такая-то, такая-то организация, регистрационный номер такой-то, то есть любая общественная организация зарегистрирована в Министерстве юстиции, во всяком случае это так в Украине. Желательно указать номер этого свидетельства и число регистрации организации, потому что это дает дополнительные бонусы организации, когда это письмо попадает чиновник. Он видит, что это не какая-то непонятная группа лиц, а что это общественная организация, зарегистрированная, легально действующая на территории Украины, допустим. После того, как вы написали это, вы должны обязательно сделать ссылку на законы, о которых я говорила. То есть приблизительно это выглядит так, что наонный Иван Иванович, до вас вертается, к вам обращается Западноукраинское общество защиты животных, регистрационный номер, какое-то, такого-то число. Согласно Конституции Украины, статья такая-то, согласно закону Украины о доступе к публичной информации, согласно Орхозской конвенции, мы просим вас, если мы хотим получить информацию, мы просим предоставить нам такую-такую информацию. Если мы хотим, чтобы они прорегировали на какие-то факты, мы, соответственно, заканчиваем предложение тем, что мы требуем. И далее вы перечисляете конкретные вещи, о которых вы хотите сказать. Например, согласно действующего постановления о городе Львове о правилах регулирования бездомных животных гуманным методом, коммунальное предприятие продолжает незаконно уничтожать животных. В общем, возлагаем суть этого вопроса, очень коротко, но без лишних слов. Желательно, чтобы в обращении вы не писали более двух каких-то определенных пунктов, по которым вы обращаетесь к чиновникам. Потому что если вы напишите пять или более, ну, три еще допустимых, то они не смогут вам быстро дать ответ. Они будут каждый этот пункт рассматривать, и вы будете очень долго ждать. Практика показывает, что лучше через определенное время опять написать им, но уже по другим вопросам, которые бы вы хотели к ним обратиться. В конце вы пишете, что вы ожидаете ответ согласно украинского законодательства, на протяжении 10 дней они должны вам дать ответ. То есть они на протяжении 10 дней по законам Украины должны отреагировать на это обращение. Когда вы отсылаете это обращение, очень важный момент. Есть два пути отсылки такого обращения. Забыла. Внизу вы обязательно пишите, от кого это письмо. Желательно, чтобы подписывался коревник, как цепь у русский. Руководитель. Если руководитель просто подписывает ваше письмо, но он не занимается глубокой этой проблемой, а проблемой это занимаетесь вы, то лучше всего в конце еще написать исполнитель. Исполнитель. Иванов Иванович, телефоны, контакты. Потому что тогда чиновнику будет легче обратиться непосредственно к вам, чем обращаться к руководителю организации, выяснять какие-то детали, связанные с бездомными животными, а он там загружен еще какими-то... Ну, так будет просто быстрее налажен контакт между вами и тем человеком, который отвечает за проблемы. Очень важно. Если вы хотите письмо отослать почтой, вы должны помнить, что самый надежный способ, что ваше письмо будет зарегистрировано в канцелярии и дойдет до адресата, это так называемое рекомендательное письмо, то есть заказное письмо. В Украине для этого достаточно купить конверт, пойти на почту, взять бланк отсылки рекомендованного письма, заплатить там, по-моему, от 3 до 5 гривен, да, я уже сейчас... Да. Олег, ты не помнишь, сколько еще? Ну, до 5 гривен. Больше 3. Это значит, что это письмо будет зарегистрировано в канцелярии, и вам придет ответ, корешок о том, что вы получили. Это стопроцентная гарантия, что ваше письмо дойдет до адресата. Если вы не хотите пользоваться... А это опысленно, значит? Нет. Это ценное... Ну, буквально 2 слова вы заполняете, кому, от кого, и все. И этот корешок предупреждается конверт. Если вы хотите письмо принести непосредственно адресату, допустим, в львовскую мэрию, вы идете в канцелярию, или вы идете к секретарю, или вы узнаете, где регистрируют письмо, и вы должны это письмо обязательно зарегистрировать. Вы несете 2 копии письма, на одном вам ставят регистрационный номер, и вы забираете его себе, а другое при вас тоже регистрируется, и передается через определенное время тому человеку, к которому вы обращались. Вот, в принципе, основные моменты, связанные с обращениями. Спасибо.